Доброго времени, господа, товарищи любители стратегии. Приветствую вас на игровом канале Восхода, с вами я Михаил. Мы продолжаем с вами, друзья, играть в Medieval 2 Total War. Мод Булатная Сталь, версия 2.0, за фракцию Хорезм. Остановились мы на, скажем так, сражении. Сражение с Грузинским Царством. Как видим, довольно-таки интересный у них здесь состав войск. Четыре отряда копейщиков, три баллисты и тройка отрядов аккантистов. Наши преимущества явно в стрелковых отрядах. Что ж, давайте приступим. Войск противника там очень много. Со всеми сразу прямо мы не справимся. Блак, удалось нам выцепить их по отдельности. Это плюс. Это очень большой плюс. Так. Не нравится мне то, что здесь опять-таки очень холмистая местность. Можно даже сказать горная. Что ж, ладно. Давайте тогда выбирать все наши конные отряды стрелковые. Таких у нас набралось аж шесть штук. Поставим их всех в одну. Вот так, отлично. В одну шеренгу. Так, дальше, значит. Они, скорее всего, будут где-то вон там. И попрутся на холм. Как это всегда и бывает. Давайте следующий наш отряд. Вот, посмотрите, сколько у нас конец тут тяжелый. Обалдеть. Наверное, где-то как-то их придется сюда, что ли, ставить. Или наоборот. Вот здесь здесь более такая, менее холмистая местность. И они смогут нам быстрее продвигаться. А все, что осталось, это наша пехотка. Она в случае чего полезет на гром. А может быть и не полезет. Посмотрим. Так, ну что, давайте наши конницы стрелковые сюда. Наши не стрелковые конницы, давайте, наверное, ну как-то сюда. Или нет. Или хотя бы примерно сюда, вот что ли. С пехотой вообще у нас ничего не понятно. Давайте ее сюда поведем. Нам бы как-нибудь куда-нибудь забраться бы. Чтобы можно было нормально настреливать, да? Так, надо поближе подвести нашу конницу тяжелую. Чтобы она точно успела вмешаться. При необходимости. Итак. Мы подошли уже довольно-таки близко и начали обстрел. Неплохо, в принципе. Неплохо. Мне нравится. Я бы даже сказал, мне очень нравится. Давайте-ка, наверное, здесь вот-таки остановимся пока. Куда они не бегут, давайте и мы не будем бежать. Вы тоже замрите. Ну, половину отряда мы уже вырубили. Это хорошо. В ответ по нам никто не стреляет. Это тоже чудесно. Ага, вон они. Болисты заработали. Так. 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 Надо как можно быстрее вырубить баллисты. Нефиг тут стрелять. Ага. Согрелся их не. Подобно туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. Тяжелый конница собрелся. Ну, давай. Вот это вот плохо. Это плохо. Фу-фу-фу. Стрелять не надо, ребята. Стрелять не надо. Я вам еще раз объясняю, что стрелять не надо. Боже, эти дебилы будут настреливать прям по моей комице. Что ты будешь делать, а? Мы обезглавили змею. Вражеский полководец убит. Посмотрим, как неверные будут сражаться без них. Блин, вот ты как не вовремя-то мне. Боже, ну нажмись. Ну, это я не знаю даже, как вас назвать это. Мутагены прям какие-то. 26% потеряли. Ну, убили эту дачу с Ваней. Отвратительная местность все эти горки. Брак обезгравлен. Мы истребили половину его арх. Хвала пророку. Мы одерживаем верх. Еще немного и неверные сдадутся. Ой, лученьки настреляли по своей желанице. Хреново кучу. Враги бегут, как перепуганные дети. Просто хреново кучу. И самое главное, их отводишь, а они отходят и продолжают стрелять. Гениальная находка, я бы сказал. Убирайся к черту и мастере, уроды. Убирайся к черту. Ну, вроде как все, да? Никто не усомнится в справедливости этой победы. Ага, и зафейлил я еще с пехоткой своих, понимаешь, застрельщиков. Ну и топ-300 потеряли. Зато их всех убили. Один лишь выжил. Успел убежать. Безоговорочная победа. Это, конечно, меня радует с одной стороны, с другой стороны. Весьма и весьма печалят. Можно было бы лучше. У нас огромное количество пленников. Отпускать их не собираюсь. За две тысячи они принимают мое предложение. У нас, по крайней мере, теперь есть войска. Что войска? Есть деньги. Мы победили. Это хорошо, что у нас есть деньги. Давайте как-то все это под объединим. Да. Ну, ну ладно. Ну и давайте вот этого гада мы повалить будем. Альхандулила! Аллах даровал нам победу! И смело! Славное будущее! Христиане лучники! Но это показывать мы не будем. 15 человек. Ну что ж ты. Ааааа! Пускай летят сюда. Альхандулила! Мы победили! Воле султана закон по воле султана... О, великий султан! Нахан султан! Повинуюсь воле султана! На сегодня мы видим войско здесь у них вопрос до хрена. Пожалуй, мы пока что постоим. Посмотрим, что да как тут. Так. Чем могу служить, султан? Мой султан? Хороший вопрос, чем ты можешь служить. Пока что ничем. Нельзя мы, значит, осаждать Ереван, да? Здесь осаждаем Керман Шах. И еще три хода. О встрече в честном бою! Ведь вы неверный, но благородный. Неплохо. Так, у нас Ахвас снова бунтует. Что ж ты будешь делать-то, а? Пусть успокоить. Там еретиков надо убить, а убивать нечем. Да сгинет враг! Да, я вспомню, мы тут уже все сделали. Знаком, султан Итиль нам нужно захватить. Да, Великий султан, еще Итиль. Не пора ли пойти на штурм? Давайте сохранимся на всякий случай и проатакуем этот самый Итиль. У них здесь одни лучники и 15 всадников Альдаров. Любопытно. Еще более любопытно, как мне их штурмовать-то. Они же в 5 отрядов у меня всех перестреляют. Нет, печально. Не оставляйте неверно ничего от крови смерти. Ну, давайте попробуем. За захват этого города мне дадут 4000 золотых. И пускать их не хочется. Давайте пробовать. Да, если бы у меня города после мятежа бы обзаводились войсками с золотыми улычками, я эти мятежи бы сам бы создавал. Так, у меня лишь один Таран и одна лестница. У них одни только всадники есть. И по-хорошему, по-хорошему, мне надо здесь ни копейщиков засунуть, ни за лучников. Только их так мало, что они даже лестницы все взять не могут. Пещаль-то какая. Так. Начинаем битву. Даже он туда. Альдары остались возле ворот, все остальные отправились на площадь. Да уж, это будет стрёмная битва, прямо скажем. Наши лестницы готовы. Стены не спасут неверных трусов от гнева Аллаха. Так, чувствую, сейчас они будут нам настреливать. Вот так посмотрите, с какое расстояние они стреляют. на самом деле, это печально. Наш таран уже у ворот. В наступлении! Легкая конница! Марш! Ширица! Отлично! Стреляют они по нашим лучникам. Ну что ж, давайте побегаем. Пускай они стрелы получат. А, вон они как. Тогда стопаем. Тогда атакуйте сами. Наши главные задачи. Здесь навязали битву. Здесь навязали битву. Нужно пока они сломаются вороты. Тогда уже начнем штурмовать. Ну, как видите, они послали вперед свою пумицу. Легкая конница! Ворота разбиты! Настало время жаркой схватки! Ну, отлично! Они свой уже кончик всю покромсали. Молодцы! Вы мне нравитесь. Что за проблема-то? Вот, стреляйте, стреляйте, ребята. И вы стреляйте. Вы бейтесь. Бродники вперед. Вы вперед. Ага, лучники мои кончились. Да-а-а-а! Мы захватили вражеские стены! Скоро мы захватим их земли! Какого черта вы там? Уснули, что ли? Давайте бегите! Бродники кончились. Как будто их и не было. Степные батыры. Чтобы за ногу. Хвала пророку! Мы одерживаем верх. Еще не половина неверных. Пошло веселье. Пошло веселье. Надеюсь, это сломит оставшихся. А вот, не вовсе. А-а-а! А-а-а! А-а! А-а-а! 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 Ну, неплохо. Как вещи-ки-то? аллах милосердный мы потеряли половину воинов я не спорю что мы потеряли половину воинов аж не верно и обезглавлено не дали даже нажать блин давайте гасить этих уродов ну отлично сколько отряд остался один вроде бы ну вот же волочек много настреляли много ну отлично вот они наши наемные альдары сейчас про атакуем и так далее покажем кушке ну а хорош рубились так урубились так почему вы отходите после этого не очень понятно ну чё с вас паркоманов взять там второй отряд вообще застыл на месте хрен объезжать когда можно в ворота постоять да еще гораздо интереснее дегенератор и эти города эти осады это нечто надо сокращать расходы что страшно нет но армию мы потеряли тут уже ничего не осталось лала пророку мы одержим вы будете сюда двигаться нет и неверные сдадутся индюшки хреновы они даже не бегут так или нет мачо а хоть копички добежали слава аллаху мы захватили город слава аллаху всемилостивому и милосердному это была величайшая победа правоверных 280 потеряли 282 убили шикарно а хоть победили то радость тут могли все его убежать в страхе урошу блистательная победа истинная вера привела нас к победе ну давайте еще раз уничтожим всех жителей как видим здесь все совершенно ужасным состоянием все эти отряды давайте отправляемся распускать будем не нужны мне нужно оставлю только альдаров и все что прикажете это все сажаем на корабль и отправляем его в боку отчалить завтра мы продолжим отлично так ну и здесь давайте посмотрим что еще можно сломать нельзя нельзя вот виселец есть все все первый раз разрушить жаль жаль еще даваться налоги в максимум дам шикарно мы получили мы 4000 наградов совету хорошо мы еще присадим командованию тоже неплохо и тиль пока мы не будем захватывать ни в коем случае нельзя глаза и уши султана нет у нас пока такой возможности схватить стиль о великий султан на хан султан совершенно никакой возможности нету и здесь все весьма весьма тоненько жду приказаний да наполнил еще и армию потому сейчас возможно у нас нападут ваши земли и женщины достанутся мне да да я помню ваши земли и женщины достанутся на хан сибниловали не вернулись в довольно серьезном количестве под ногами султана да уж да сгинет враг надо что нибудь в рэй под нанять вот кстати убийца у меня два убийцы есть тренируются надо бы еще в одного по хорошему ну наверно лучше мне копейщику пока нанять сахи дамы султан дипломат дипломата мы посылаем в массу на хам солнце зашло на сегодня сейчас мы заберем кирман шах если заберем конечно и я хотел бы заключить мир с турками ах сейчас охвоз можно заблудоваться тяжко очень тяжко пока все удается здесь все идет очень и очень на тоненького так у нас есть деньги давайте что нибудь начнем устроить например кузница да вещь не нужная давайте в рэй что нибудь на ломня кофейня за это конечно прикольно но это будет мне 42 43 хода окупаться только раз население кстати вот да тут интересно это я хочу так еще есть денежки давайте еще время что эти построим порт почему нет ваш хат рынок да давайте рынок остальное оставим на всякий пожарный случай да мало ли мало ли назовите врага ну шикарно все делаем следующий ход посмотрим на наших противников что да как что они нам смогут удивить нас али нет конечно больше всего меня грузины интересуют нападут они или нет они в принципе еще воюют с Византией по моему из Турции может у них там где-нибудь проблемы какие-нибудь будут ну смотрите все войска почти пропали а нету с Тифлисом рядом стоят по-прежнему ну да посмотрим так вот они грузины подождем рассвета а а а вы видели стеках не подошел но не проатаковал это хорошо это любопытно и тиль измена это кто не понял а но они подкупили город думаю что с вами так дипломатические отношения с Византией получим войска в столице если в течение пяти ходов хорошо меня это в принципе устраивает с Польшей ушлись вот с полцами Владимира Суздинского княжества шикарно не будут у меня отвалитать понимаешь ли все нормально 11 местом поднялись по деньгам вновь мы можем нормальные деньги получаем училишь у нас стало меньше на хам султан так высадимся здесь где неверные султан давайте здесь что-нибудь переобучим и пожалуй еще наймем вот как-то так порядок снизился повелевать султан иншаллах что с вами делать ты засранцами во имя Аллаха на хам султан так глаза и уши султана слушаюсь и повинуюсь иншаллах мне нужно затаиться вот грузинский убийца мои глаза и это все очень печально о великий султан назовите место где мы вступим мой султан так надо кого-нибудь распустить наверно можно вот этих распустить только пять штучек осталось и наверно можно распустить вот этих 18 и поднанять еще два отряда стрелков и понятия мощь капитан наемников отлично а кто у нас здесь из-за динмухаммед 17 лет любопытно здесь у нас полностью да с одной баллисты турецкие конные лучники крестьяне остальное остальное оконтисты два отряда лучников динам в принципе в принципе в принципе ничего здесь сложного я не вижу единственное это горный перевал и здесь наверняка сейчас будет ну просто мрак какова воля враг в плане местности ладно давайте их будем пугать неверные обречены начинаем осаду неверные в осаде султан так да в осаде взяли о великий султан 72 ассалям алейкум во имя Аллаха настало во имя аллаха кто не конечно знаю как их можно убивать но это не совсем честный способ ему и прибегать не собираюсь басрам что ж такое везде все хреново жесть мах мах хоть и не бунтует но у него понизилось еще общественный порядок на следующий ход он может начать бунтовать что прикажете что прикажете вперед воины Аллаха выставить уже идем султан хорошо завтра мы продолжим качать бить бить качнулся сколько кто там нажати врага половину врача но это конечно очень мало то то что мало то очень мало слушаюсь и повинуюсь когда будет хотя бы 8 тогда да тогда можно будет и то им уже возраст середины ну ладно здесь еще два хода ждать придется на встрече в честном бою где неверные султан ведь вы неверный но благородный на встрече в честном иншаллах они не уйдут на битву так будет со всеми неверными неверным пощады не будет вот это любопытная вещь 41 на 33 как вы думаете сразиться белый жеребец а давайте сразимся слушайте это будет довольно таки любопытно не важно главное не потерять бы нам нашего полководца было бы смешно но тем не менее будет любопытная такая зароба полководец на полководце и противник как всегда забрались какую-то тему тараканье нам нужно занять позицию по высоте соответствующим бежать не будем чтобы они не устали будем передвигаться медленно займет тут некоторое время время и х и ну и все набираем разгона поиска здесь конец она одинаковая что пошла потиха нас больше восьмерых к чарж обалдеть нас уже 29 их 30 вот это да вот это номер а как кто-то не скажет я просто щекею с этого дурдома просто дурдом враг обескровлен мы истребили половину его армии султан удача отвернулась от нас неверные одерживают верх тоже у дебила иначе неспособны я чертю знаю как ну так вы не можете поддыхать вообще кто поколонись уж не нашли шах да конечно такого я не ожидал просто взрыв мозга ни в одном моде ни в одной гулатной стали то не знали вам тут уварим так что полководец на полководца с лучшим с большим количеством войск и и вот так вот срать и не раздаконим и то что сами отряды полководцев сконится на одинаково что у тех что вы позорники щиток не понапридумывают давай уже 6 до горе нам воины аллаха султану этот день принес нам лишь смерть и бесчастье неверные ликуют над телами наших воинов да ты попробовали шах своего решились ну да шах отцы зла вредно лучше на 2 чтобы кирман шах были насадить или арслан это кто 47 лет на ты где у меня находишься в баку находишься хорошо баку так баку нормально так там просто шикарно чему в принципе здесь все сделано ли султана закон мой султан выступим завтра на рассвете выступим выступим что прикажете на эту битву мы отложим до следующей серии а здесь в принципе больше ничего и делать то и нечего особо да ну тогда будем закругляться спасибо что смотрели пишите комменты подписывайтесь на канал всего хорошего удачи пишите к frustration пишите к